я в своей студии мне нужно напечатать напечатать ауточертификационный потому что я сейчас должна пойти за покупками а просто так выходить нельзя так что сейчас напечатаю справку эту заполню покажу вам как она выглядит кстати мне написали что эти стримы которые сейчас провожу по вечерам они выглядят очень уютно по-домашнему вот вам показываю бэкстейдж это наши диваны которые стояли наверху до ремонта я ставлю себе лампу потому что здесь очень темно света недостаточно тут только такие вот маленькие оконные проемы для проветривания буквально они не для света подушки это старенький вот компьютер который я уже не ношу даже наверх я удержу здесь для того чтобы смотреть оперативную информацию торшерчик маленький и мой штатив в общем это уже все стоит здесь я заняла пол подвала совсем с этим так ну что нужно напечатать это кстати женькина фотография жени на выпускном детском садике так вот выглядит этот бланк я подписавшийся родившийся в таком-то месте проживают там там значит телефонные данные все 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 в общем я напечатала три штуки ну я вы видели что выхожу из дома раз четыре дня наверно вот сейчас мне понадобится один когда понадобятся остальные я их заполню я вышла из дома за покупками меня до в аптеку а сейчас я должна надеть маску перчатки и отправляюсь слышу музыку доносится интересно откуда там очередь к магазину но нету небольшая на самом деле я ожидала больше увидеть это местный парк он закрыт в это время он всегда открыт его закрывали раньше ночной период а теперь видите он закрыт полностью все закрыто все закрыто бар тоже закрыт вот магазин все для животных домашних работает хлебный работает я иду на рыбный рынок но это не рынок это полу полу магазин открытый меньше всего обычно больше у них продуктов ну что это место этот порт по выходным особенно если солнце он заполнен людьми просто здесь постоянно ходят люди здесь нету яблоку негде упасть сегодня из-за карантина из-за карантина никого нету видите редкие прохожие море красота солнце припекает погода раз чудесная я буквально на минутку прошла к морю вздохнуть душа сидим дома в заперти я уже устала сейчас минутку подышу потом я видела в аптеке мало людей зайду в и домой сразу же какой приятный ветерок какая красота ребят скорее бы уже этот карантин закончился я буду ходить на море загорать уже некоторые ходят коричневые хотя ну еще прохладно ветер прохладно но сегодня между прочим в италии первый день весны 21 марта чувствуется весна красота ну люди все равно ходят не знаю на прогулку они за продуктами все равно люди ходят полицейских постов у нас в районе здесь нету я взяла с собой все эти листы распечатала если меня оттуда становят у меня все есть проехал автобус пустой совершенно был только водитель так ну что мне в аптеку и домой фактически все закрыто видите здесь пиццерии долю берега панифеичи пиццерии большинство закрыто здесь магазины всякими хостоварами все закрыто а это рынок но рынок только с продуктами я так понимаю он работает но людей пускают видите по одному но он рассматривается не как рынок а как торговая точка с продуктами или как рынок не знаю ведь люди стоят ожидают очереди когда их запустят внутрь не дай пикали и 4 кей металле си манджа бен смотрите сколько графе сколько всего вкусного я не выдержала взяла пирожки пустые улицы почти никого я не знаю как вот в этом во всем лицо не трогать мне очень хочется все время ту маску поправить то почесать что-нибудь то волос убрать то я не знаю мне не комфортно но все идут масках я сейчас попала в неловкую ситуацию можно так сказать проходил мужчина пожилого возраста и мне показалось что это дядя мужа я его окликнула он остановился он не понял что это его остановился долго меня смотрел я потом поняла что это не он просто в масках всем и итальянцы очень многие разного но одного возраста одеваются похоже поэтому я обозналась сложно он грида да понимаю что ведь я иду все закрыто все магазины все закрыты такие дела короче обозналась так все я купила все что мне нужно зашла в хлебный купила там пирожные которые мне не нужно но я не смогла удержаться зашла купила всю эту пищи что хотела морепродукты зашла в аптеку купила что мне надо было видите пустая улица спросила про маски потому что я вчера читала в интернет-источниках что сегодня в апуле прибудет 300 тысяч масок и уже скорее пошла в аптеку думала купить маски потому что у нас ну закончились уже муж мне где-то достал одну маску но как бы все но нам надо и в доме тоже маски сейчас поэтому я зашла спросила аптекарь говорит нет ничего нет я говорю хорошо но я прочитала в интернете что сегодня прибудут маски нагреть нет это прибудут для медиков то есть людям эти маски не будут продаваться их только будут но они будут распределены по больницам по фармацевтам я говорю ну хорошо да а когда уже прибудут ну мне посоветовали может быть надо их ну заказать как бы ну люди иногда здесь в аптеке делают заказ звонят да а потом подходят забирают готовые вот она говорит так мы уже заказали нет нет у вас же лист какой то есть да не знаю иванову петрову сидорову типа кто кто первый заказал там поскольку это штук вот они разберут типа остальным не будет ну и мне медик сказал нет такого листа у нас нет мы ну заказа нет их просто нет аптека заказала маски для продажи и они не поступают вот такая ситуация перчаток масок санитайзеров ничего нет кстати я покупала хлеб в панифичи это маленький магазинчик там очереди не было а вот ну в большой супермаркет была очередь но я не стала стоять я пошла домой у нас все куплено конечно транспорта сейчас ходит меньше самолеты не летают и без того чистый воздух в италии стал еще чище это такой плюс того что происходит но мы с вами понимаем что долго так продолжаться не может иначе экономика всех стран она уже и так пострадала а что будет дальше непонятно так я дома первым делом вымыла руки и лицо потому что это очень неприятное было ощущение вот смотрите что я купила в панифичи я не выдержала купила три такие вот рогалика с кремом но я хотела на самом деле эти дзепали огромные такие клеры так это я не покупала это у нас травка которая приехала с дачи и и мне свекор уже почистил сейчас я буду варить это чимодирапы здесь у меня то что купила в рыбном это сальмоны хорошо ставь сальмоны и тольятел на самом деле не было тольятел и мне просто порезали свежие сепьи ну хорошая вкусная сейчас мороженое нету ну здесь у меня кусочек покачи хлебушек и и маленькие панзероси я купила короче вы знаете так вот от жадности давно не выходила на улицу панзероти панзероти а что это окей вот они такие панзероти и такая вот пока сейчас покажу в общем все очень вкусно мне нельзя пускать хлебный да это покачи розалика сейчас подожди девчонки я начинаю готовить обед сегодня у меня на обед будет вот это вот паста девето ореки это то есть ушки чем вот это вот примечательно что она паста фреска да здесь написано паста фреска то есть та которую мы храним в холодильнике она не высушенная то есть это такие мягенькие макаронки они чуть-чуть отличаются по вкусу я их очень люблю это местная особенность буду я их готовить вот с этими чимидирапы чимидирапы это трава рапы как я не старалась правильно перевести на русский так я и не поняла вроде не то турнепс не то кто-то писал что это рапс кто-то писал что это репа редька в общем так как я не уверена не буду говорить я так до сих пор и не увидела как она растет в природе с но с корнеплодом да чтобы можно было ее опознать вижу только вот эти вот все листики и всякие вот цветочки поэтому я не такой великий ботаник не могу определить а в интернете очень много переводов и насколько я поняла все они не точные в общем итальянцы называют эту траву чимидирапы очень полезная штука горьковатая я ее обожаю сейчас я к ней очень привыкла мне кажется что очень очень вкусно я трогаю руками не боюсь потому что это приехала с дачи с нашей дачи на которой там нас ничем не обрабатывают только нужно промыть уже для меня ее порезали почистили свекор видите все уже готовы только вымыть и отварить буду ее заправлять оливковым маслом на котором поджарены кусочки чеснока то есть вот смешаю вот пасту смешаю вот с этим и заправлю чесноком пожарим на масле это будет очень вкусно и кроме этого я вот видите готовлю же подсушиваю полотенцем этим вот бумажным полотенцем это у меня порезанная сепия называемая это тальятелло видите ну такие каракатицы маленькие порезаны очень вкусно я их буду в муке обжаривать и вот у меня уже мука все приготовлено вот это штукенция в которой сейчас я буду обваливать такая вот видите то есть сюда насыпаю накладывать сепию муку обваливаю хорошенько и обжариваю в подсолнечном масле это все и еще у меня два кусочка сальмоны также сделаю сальмоны но я его показывала рецепт все у меня рецепт эти есть на канале олеся шеф кукинг как я это все готовлю то есть я замачиваю в чем-то или в лимоне или бергамоте сегодня у меня будет лимон и обжариваю слегка обжариваю в оливковом масле чуть-чуть соли чуть перца очень вкусно так обошлась мне сегодня рыбка вот это я попала это и вот это полкилограмма значит полкилограмма сепи этой резаной вот этого не знаю сколько сальмоны взяла 14 евро я заплатила это был в пакетике поэтому здесь не потому что я храню лишь бы где чеки а потому что он только что вскрывала пакет все приступаю к готовке вау 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я позову сюда и буду укладывать Слышите, она там песенки поет Укладываю Розали спать Я одела пижаму сама Меня рубит просто, я буду с ней спать Она вместо того, чтобы спать, играет с моим браслетом Ну что там, все хорошо? Все хорошо? Диара, диара А вот так выглядит забота. Муж раздобыл мне масочку, ходить за покупками. И положил мне с утра, чтобы я ее увидела. Мы уже поспали и поужинали. Я, когда только проснулась, спустилась вниз, где я себе устроила сейчас такую студию. Перед ужином я спускаюсь вниз сейчас уже не первую неделю, уже не знаю, сколько дней подряд. После 6 часов вечера по итальянскому времени я спускаюсь вниз и провожу прямой эфир, на котором мы с вами обсуждаем все, что происходит сейчас в Италии, вообще всю эту ситуацию с коронавирусом. Потому что каждый день что-то происходит. И я показываю на нашем примере, чего можно ожидать, как развивается ситуация. И рассказываю о рекомендациях врачей, ну вообще обо всем. Сегодня у нас не очень хорошая новость. Одна из родственников, которые живут на севере Италии, по линии мужа, естественно, мои родственники на севере Италии не живут, она работает, ну она медик, она врач, и она заразилась. Вот, это уже не первый день, у нее положительный анализ, и она уже несколько дней лечится дома, находится на карантине, но, как бы, все протекает хорошо, у нее улучшение, уже нет температуры два дня. Как-то так у меня день вот незаметно подошел к концу, вроде бы ничего такого особого и не было, но как-то очень много домашних забот. Я сегодня опять не смогла сделать все, что хотела. Я хочу, учитывая, что у нас карантин, хочу разобрать немножко шкафы, перебрать, там, выбрасывать кое-что, навести порядок, воспользоваться этим моментом. Ну, как-то так получается, что дети находятся дома, они меня очень много отвлекают, мне нужно ими заниматься, потом мне нужно готовить. Я сейчас готовлю много на всю семью, то есть и на нас, и на свекров. Ну, иногда просто свекр сам готовит, потому что он не всегда ест то, что я готовлю. Я готовлю еду такую, знаете, более... Что-то более жирное могу сделать, а он такое ест больше полезненькое и легенькое. Вот. Но в любом случае я всегда готовлю немножко больше сейчас, вот в этот период. Больше блюд, больше по количеству. Приходится выполнять много других обязанностей, которых у меня раньше не было. С этим вирусом приходится больше мыть дом. Вот. Я все, лестницу планирую уже третий день подряд. Я думаю, я отодраю лестницу. Я отодраю лестницу. Я отодраю... И как бы, и все равно я не успеваю. Ну, не то, что ее надо драить, она чистая. Но мы ходим туда-сюда. Розалия может пройти домой в уличной обуви. И да, я как раз из тех самых, кто моет пол со спиртом. Юля говорила, Юля Медик говорила из Милана, кто смотрел ее прямой эфир. Она говорит, зачем? Зачем? Это лишнее. Ну, типа, не забивайте себе голову. Не мойте пол со спиртом. Это уже, ну, какой-то... Ну, это слишком, да? Я не скажу, что я люблю там драить полы с какими-то средствами. Мне это неинтересно. И раньше я так никогда не делала в Беларуси. Но здесь у нас полы мраморные. И пятна воды, они долго высыхают и оставляют пятна. Ну, то есть они реально остаются пятна, если водой, да? Вот. И поэтому я разбавляю спирт в воде. Ну, этот спирт специальный розовый. Во-первых, как дезинфицирует, да, поверхность. А во-вторых, быстрее высыхает и не оставляет, ну, не остается пятна. Он немножечко там еще вымывает, где-то там оттирает. Потому что этот мрамор, как бы, сложно... За ним сложно ухаживать. Мне очень не нравятся эти полы из мрамора. Вот. Мы уже решили с мужем, что потом попозже заменим как-нибудь полы здесь полностью на втором этаже. Потому что, ну, это... Это... Ну, это не для меня, ребята. У меня есть чем заняться. Есть много более интересных дел, чем стоять вот это все, вот это натирать. Сложно мне ухаживать за мрамором. Я не научна, не приучна. Поэтому мы их, конечно, заменим. И я мою еще потому, со спиртом, что все-таки это дополнительная дезинфекция. У меня ребенок маленький, Розалика, которая много гуляет на полу, ляпает это руками, игрушки с пола поднимает, тут же что-то тянет в рот. Все-таки три годика еще, ну, эти дети маленькие плохо соблюдают гиену. Вот. Она любит мыть руки с мылом, там, гуляться, это все обливать, намыливать, смывать. Она это все помыла-смыла, тут же поползла, там, села на полу, собирать пазл на полу, собирать, играть там во что-то и, короче, ну, и тянет, глядя всякую в рот. Поэтому вот я, исходя из этого, все-таки на данном этапе мою полы со спиртом. Закрываются предприятия. Составили список производств, которые, ну, не первая необходимость, и все закроют. Фабрики. Магазины продолжат работать продуктовые. Аптеки. Банк, почта, финансисты, работают. Все закрывают, все, что не первой необходимости, все закрывается. Так как продолжается рост заболевания, все останавливают. Такие жесткие меры, наверное, такие же самые, как в Китае были во время карантина. Поехали? Ну что? Поехали. Давай, знаешь, как сделать? Немножко делаем назад, а теперь, ну, поехали. Ага, приехала, да? Ага, приехала, да? Догоню! Розаличка, поиграла. Розаличка, поиграла. Заначки. Мяу! 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 Мяу-мяу-мяу, моя мастенька. О, хорошее. Что там, ножка? Ой, я ножка. Вау! Да, мы катаемся с мамой, сказала Розалия Она на своем кресле, а я на своем Мама машинка Она на диване Да, тут и котик на диване И все игрушки Розалины А вот машинка Это ее любимая машинка Познакомьтесь Это мама машинка А вот это Розария А это Розария, да А где папа, я не знаю Где папа А машинка папа, да Очень, очень интересно А вот это у меня У нас, видите, стоит Дед Мороз Розария не разрешает его убрать Она очень любит с ним играть Уже прошло столько времени С Нового года Вот у нас стоит эта игрушка Все, катаемся дальше И раз Все, ребятки Будем кататься, сказала Розария Мы так будем друг дружке мешать Очень близко Нет? Нормально? Привет, ребятки Сейчас вот раз А как папа, машинка, мама Толкаешься, ты толкаешься Не функционирует Ну, ну, я уберу ножку и будет функционно Вот так, нормально? Все, ребятки Все, пока Все, пока Ну, все, пока, сказала Розария Я не накрашенная У нас воскресенье Все, пока, ребятки Пока, ребятки Все, ребятки А я Розария А я Олеся Вот такие вот дела На этом влог сегодняшний заканчивается Всем спасибо за просмотр Увидимся завтра в следующем видео Чао-чао Всем пока